всем привет вы на канале зимна татьяны я еще продолжаю болеть так что извиняйте за голос если вы впервые на моем канале или уже мой постоянный подписчик ребята в закрепленном посте в сообществе вкладочка сообщества на канале подписывайтесь на дзен подписывайтесь на телеграм если что-то случится с ютюбом или инстаграмом чтобы мы с вами не потерялись но и если что скачивайте vpn и с vpn смотрите ролики чтобы хоть какая-то реклама была ну что ж мы сегодня в ролике с вами поговорим о новинках магазина посетим донатную яхту а также я еще раз подниму тему барыги мы там новых материальчиков немного нашли с людьми побазарили но и все это с вами сегодня обсудим ну что ж давайте начнем с доната с доната которого уже вряд ли мы сможем купить но мне писали что прошлый раз еще возможно было купить кто-то покупал через киви кошелек сейчас я не знаю проходят ли наши карты или киви кошельки но в донате у нас не такое большое предложение это у нас все что касается каких-то пляжных вечеринок и пакет вышло солнце давайте же взглянем что там есть у нас значит я так понимаю это комплекты такие летние на мужичка очень похоже у нас уже было только в другом цвете купальники у нас такого фасона тоже по моему есть но я не думаю что прям комплект супер что вы там что-то потеряете такие косички у нас есть просто другой цвет даже кстати круче очки ну очки как очки так что там дальше очки на мужика вообще позорные так а здесь что сейчас сразу даже не поняла нокаточки нокаточки которых не видно и сумочка на мужичка но в принципе скудненько а ну еще чубчик голубенький у нас такой так давать следующий донат это у нас кинули домишко за 1800 домишко это яхта и обратите внимание внимательно посмотрите запомните все вот эти предметы которые вы видите в донате то есть 1800 за яхту и вот за эти предметы то есть вы запомнили да какие предметы у нас были вместе с этой яхтой а теперь давайте перейдем ка мы в магазинчик с новинками сначала их посмотрим а потом вот как раз про предметы эти с вами и поговорим и так у нас решили что весна пляжная тематика но и кинули нас купальники но купальники я не сказал что прям печальные вот первые красивые цвета второе вообще что-то непонятно страшненькая там зелененькая этот такой в принципе яркий но чем не убивает купальники стоит как нормальные такие средние даже выше средней цены платья вот единственный купальник который более-менее смотрится его хоть подешевле но остальные купальники за такую цену это конечно жопа полная так для мужичков почему в летней тематике у нас такие пуховики без рукавки мужики там спреют нас на яхте-то париться в таких безрукавках ну смешно правда тогда уж давайте кинь маечки что ли вот эти труселяхи мне понравились они такие блестящие смешные но в принципе нормально сколько там 500 они кстати почему на мужиков дешевле купальники ну да ладно там верха нет ну извините посмотрите цена то нормально вообще это как понимать там так вот помните те предметы которые у нас были в донате эти же предметы я не знаю может быть по ошибке но может быть так и задумано они пихнули в магазин и некоторые предметы можно сделать бесплатно вот например вот как этот строительной машине а некоторые просто купить за вакуинцы в чем прикол добавлять эти предметы в донат ну ладно возможно вы там будете я не знаю типа не будете их здесь купать но здесь же дешевле скупить чем за реальные деньги блин вот в чем прикол я честно говоря не понимаю я отказал может дом в донат в донат за выходцы добавили не не добавили так ладно у нас в анимации парные опять позы разные не горячись и тому подобное но принципе позы нормальные как обычно можно скупить если там кто и кто ими пользуются я сейчас пока не вижу особого смысла тратить я там на крылья потратила так что пока будем копить до соточки кстати я сегодня как раз вот ту прическу которая в прошлом видео была растрепыш но она такая забавная думаю нет надо чтобы она не пропадала пусть у меня будет вот такой сегодня имидж такое растрепанного зайчика так ну в принципе прически ой прически прически да прически нормальные позы нормальные принципе по моему вот что-то можно похоже найти в магазинах похоже но может быть с другими позами рук и ног ну ладно давайте-ка что у нас следующее посмотрим так это у нас комплекты новые комплекты добавили ну как новые просто добавили а так то они уже были у нас некоторые предметы я уже просто купила в магазине отдельно еще в свое время но вдруг кому-то выгодно так что вы посчитайте здесь у нас что настоящая пляжная жизнь да я так понимаю так а здесь есть унимка серфера то или нет я чуть даже не заметила так а здесь нет тоже анимки серфера нет я думал ли вдруг с анимацией серфера добавлено так так там у меня есть так но и в принципе да еще вот этот вилла на океанском побережье вместе с мебелью также решили в комплект ее бросить но видите некоторые предметы и так в магазине либо купила либо сделала в строительной машине так а теперь отправимся куда отправимся в бренды бренды мы отправимся чтобы посмотреть айкон значит был у них косяк я хотела не успела купить платье которые были добавлены здесь те которые у меня не куплены так вот я и хотела купить они не понравились там штуки 34 ну блин зараза выдавала ошибку и они просто перед при перезаходе в игру они просто убрали все ну зачем добавлять тогда зачем берегите рану так что у нас события вот как раз вечеринка на вот этой донатной яхте чтобы ее как бы продемонстрировать я пыталась найти ее в общих квартирах и и правда нету может быть кто-то уже купил ну и creator week будет продолжение так понимаю но это уже позже давайте-ка отправимся на эту яхту посмотрим за что люди 1800 отвалили и стоит ли вообще-то яхта того ну яхта я скажу вам принципе такая объемная но но смотрите ну вы часто ходите как бы свои дома ну может быть если в на начальном уровне вы кристаллы там собираете но дальше в принципе я в дома захожу только тогда когда мне надо что-то отснять а так ну в принципе дизайн прикольный вниз не пускают это понимаю там еще наверно кита комнаты есть если но в обычной если будет когда она в общих я специально в обзоре это покажу куда раз доступа нету так дальше у нас чтобы пробежать вниз там стоит лквд кстати такой найти security вот сейчас секунду я наверно сейчас чихнут не 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 чихну так вот security у нас такой стоит и такой слушай ты можешь зайти только если ты наденешь специальный предмет фейс-контроль пройдешь ну и естественно новые предметы тебе на купить чтобы пасть вниз но единственные которые купали мне понравился бутылок ну и ладно давайте яши для вас снимаю так то мне в принципе чё там делать-то так ну что у нас есть пуль диджея там кстати немного тусуется народа бассейн мне понравился он такой очень светленький и красивый сделан там всякие надписи вот эти цветочки лепестки штучки где можно полежать кстати холл такой большой диванчики расставлены свет неплохой в некоторых местах здесь у нас барная стойка можно я так понимаю что в принципе наверное ой так в принципе наверно когда будет обычный дом туда можно внутрь заходить я так подозреваю сорян высморкалась так что у нас но принципе туда не пускаю дальше там нас все заграждено тоже наверное скорее всего там какие-то комнаты у нас есть но потусоваться в принципе можно тем более если вы купили купальники и так давайте перейдем теперь по теме барыги если бы не смотрели первую вторую часть или забыли я ссылочки оставлю внизу в описании или в подсказках наверху и так после того как ольга публикуют репост моего видео пишет еще пост про то что барыга пытается продать ее аккаунта также занимается мошенническими схемами в сфере типа продаж с нами связывается но не с нами с ней она мне просто перекидывает все эти разговоры продавец который уже много лет занимается продажей аккаунтов без кидалова я это не рекламирую я даже не буду говорить кто это ну и продажи аков и продажи леваков на которых находится там энная сумма денег но и говорит о том что не только страдают игроки но еще и продавцы потому что их репутация просто впадает ниже плинтуса потому что так как это барыга разводит других людей претензии всех продавцам идут так вот скидывает все ссылочки которые они знают на фейковой странице этой барыги я все ссылочки опубликую внизу так что вы можете посмотреть их на всякий случай если вам будут с этих аккаунтов писать сразу кидайте в блок даже не вступайте в диалог а также продавец говорит о том что от нее пострадала уже девушка которая написала реальное заявление в полицию ребята я вам тоже ссылочку кину на этот пост потому что там очень-очень много всего там есть скрины даже фотографии точнее вот этих заявлений сама девушка там публикует рассказывать свою историю а также продавец говорит о том что она у него покупала реально аккаунты где есть деньги и платила с карты где имя есть кристина поэтому наша барыга лиза стала вдруг кристины кстати где аккаунт был лизы шевцова почему ее называла лиза потому что я с ней переписывалась она вдруг стала сергеем ахмедовым решила сменить имидж на мужской так вот но не факт что кристина это и реальная карта и реальный человек все это может быть фейком и подставой также девушка которая писала о том что она пострадала от нее платила на карту некой насти но мы тут очень долго мучительно обсуждали этот момент с ольгой и моё мнение что все-таки человек которому платила девушка которая пострадала он вообще левый человек то есть это даже не карта этой барыги но как объяснить то есть представьте вы продаете аккаунт с вами связывается барыга и хочет купить узнает все данные ищет человека лоха который оплатит дает данные карты куда надо оплатить естественно лох платит реальному продавцу а продавец отдает все данные барыги то есть такая трехходовочка вот мне кажется что на самом деле так оно и было что эти карты они вообще как бы не относятся к данной барыги но я не думаю что она прям такая тупая чтобы полить свои данные знаете во время нашего с ольгой разговора она мне задала такой вопрос слушай а какая выгода для барыги если она не имеет с этого денег а просто имеет какие-то аккаунты и тут мне пришла такая схема в голову не знаю ребята это просто мои мысли то есть человек с фейковых аккаунтов дурит людей те оплачивают продавцам аккаунты получает барыга эти аккаунты и потом она уже с других аккаунтов это все продает как будто чистый продавец то есть там реальные ее карты и реальную она получает выгоду то есть как будто два разных человека один мошенник а другой честный продавец вот мне кажется такая выгода а что вы думаете напишите пожалуйста об этом в комментариях ребят все ссылочки на все статьи на все страницы будут в описании под видео обязательно посмотрите чтобы не попадать лучше всего не покупайте вы аккаунты качайте сами развивайте сами ну что ж я надеюсь это видео было вам полезно интересно подписывайтесь на канал на телеграм на что еще там господи на дзен вот а я с вами прощаюсь всех люблю целую обнимаю обожаю всем пока пока а